В полной мере могу поздравить вас с Новым Годом, дорогие подписчики! Нас уже больше 600, вас вернее, нас-то меньше 600. Что могу сказать про прошедший год? Год был непростым, но и с другой стороны не очень сложным. Знаете, погода была неплохая, лето я все провел в Сибири. Мы сняли 146 роликов за год, это довольно много, какая-то больше, чем в прошлом году, в смысле в 18-м. Ну и, соответственно, судя по приросту, судя по тому, что по посмотрибельности, по тому, сколько вы отдаете времени моему каналу, хочу сказать, что движемся неплохо, вроде как вам нравится то, что я готовлю, а я стараюсь для вас сделать что-то вкусное. Потом важный процесс произошел. Я решил, что мы будем чередовать как-то и рестораны, и домашние, и простые, и лайфхаки в том числе. Я понимаю, что лайфхаки смотрят не очень много людей, там и вареное рис, и гречку, и так далее. Я еще лук обещал сделать, до сих пор не сделал, как чистить лук. Это будет шуточный такой ролик. Надо же как-то постебаться чуть-чуть. Значит, сегодня вот что будем готовить. Сегодня у меня по плану ребра. Не просто ребра, это ребра лося. Я Новый год был в Питере, значит, повстречал со своим подписчиком Владимир Андреянов, и он меня угостил лосем. Ну, то есть он сам охотник, как бы респект и уважуха. Там я не особо люблю убивать животных, но тем не менее я ем мясо, и, соответственно, отдаю отчет в том, что, ну, то есть, как бы, это наша еда, да? У меня есть ребра, которые я вымачивал где-то 4 часа. Видите, вода становится красная, потому что дикое мясо, оно всегда, ну, с большим содержанием крови, вернее, неправильно, у всех крови более-менее одинаково. Дело в том, что у лесных жителей, у диких, система кровообращения по-другому устроена, и им приходится, значит, бегать много, двигаться, значит, и так далее. Поэтому у них такая капиллярная система немножко другая. Мясо кровяное, красное, да? Через несколько часов оно становится вот такое светлое, водичка красная, кровь отмокает. Желательно бы ночь помочить, но ночь я не мочил. Нужно промокнуть салфеточкой и быть готовым к обработке. Значит, у меня еще был карбонатик, я от него снимал пленочки, всякую вот эту шелуху. Это я тоже отправлю вместе с ребрами, вот этот отход, для того, чтобы, во-первых, он не пропал, во-вторых, пленки хорошо растушатся, дадут навар. Вот это вот все то, что в карбонат не идет, соответственно, прекрасно себя будет чувствовать вместе с ребрами в тушеном виде. Топора у меня нету, у меня одно ребро будет, видите, так. Владимир порубил. Выглядит это примерно вот так. Ну, ничего, привет от лосика. Лосик ел травку, лосик листочки щипал. В общем, мясо вкусное, хорошее, дикое, настоящее. Но нужно учесть один маленький фактор. У любого дикого мяса есть свой, как бы там ни было, легкий специфический запах. Ну, вот он отличается от привычной нам говядины, баранины, там и всего прочего. У лося, у косули, у оленя есть свой аромат. Поэтому готовить я сегодня его буду вместе с белыми грибами. Значит, морковка у меня здесь, лук и маленькая свекла. Значит, что вначале нужно сделать? Порезать. Ну, и, соответственно, так как это дичь, будем нестандартными кухонными ножами резать, а чем-то таким, ну, типа, не знаю, как правильно назвать. Что у меня здесь? Кости. Ребро не очень широкое. Судя по всему, лосик был молодой. Да и видно, что и мяса на ребре не так уж много. Значит, складываю сюда кусочки такие, примерно одинаковой длины хрящики. По одному ребрышку, да, у меня здесь получается. Так, это все сюда. Всякую шелуху от разных частей. Во время того, как промываете мясо, нужно посмотреть, чтобы не было никакой крошки костяной. Потому что у охотников вводится такая тема. Почему-то дичь вся в крошке в костяной. Все проверяем, все прощупываем. Одно ребро длинное, как я уже сказал, рубить я его не буду, мне ножи жалко. Пусть оно будет такое, какое мне досталось. Самое главное, что мясо вымокло, светлое стало. Кровь лишняя ушла, это всегда большой-большой бонус. И это ребрышко отрежу от кусочки костей маленькие. Все лишнее. Дорогие друзья, осталось два места. Это я говорю про тур в Таиланд, который будет в феврале. Чем дольше вы думаете, тем больше стоимость билетов туда. Потому что сейчас уже почти все билеты куплены тех людей, кто с нами едет. Осталось два места. Мы их ищем, ищем. И зовем, каждый раз говорим, приезжайте с нами. Давайте, поехали, это будет прикольно. Не туристические маршруты. Огромное количество рынков. Поедем на чайную плантацию. В общем, ссылка в описании. Принимайте решение, и мы ждем еще двух человек. Обязательно все подсаливаем. Так, а кастрюлька у меня уже нагревается. Нагрелась. Вот так вот. И пересыпаем мукой. Мука мне нужна потом будет для соуса, который образуется там внутри уже при обжаривании, при тушении, так сказать. И, соответственно, для того, чтобы соки все сохранились. Мукой обильно посыпаем, посыпаем. В идеале бы, конечно, взять внутряной жир лосика этого же, вытопить его. И на нем уже обжаривать мясо. Для того, чтобы сконцентрировать, сделать вкус максимально острым. Но я буду делать все на растительном. Выкладываю куски ребер лосика. Главное еще поглядывайте, чтобы толстых волос лосика не было. Значит, морковочку. Оп. А ножичек-то толстенький. 3 миллиметра толщина обуха. А морковку уже не режет. Морковка ломается под его, так сказать, натиском. Овощи режу на грязной доске. Ну, вернее, она не грязная, она в мясе. Я уже даже догадываюсь, сколько комментов написано примерно. Что он доску даже не помыл? Да, друзья, я доску мыть не буду. Значит, морковь. Лук красный, да, крупными кусками все надо порезать. Вот так вот. Пару луковиц тут, в общем, на ваше усмотрение. Хотите послаще, значит, можно и пяток луковиц. Хотите луковую прям, луковый яркий вкус. В общем-то, хочу сказать, что для дичи нужно много лука, всяких травок, приправок, для того, чтобы сделать вкус таким, знаете, более ровным. Хотя, вот кто охотники любят и готовят, и знают, конечно, они скажут, что, мол, типа, не надо, вкус дичи и так хорош, это же свежее мясо, зачем его забивать. Отчасти вы правы, но я сейчас говорю про людей, кто дичь ест нечасто. И вот у них масса вопросов возникает по поводу вкуса. Ну, мол, непривычный там, да, все же привыкли бройлерную курицу есть. Здесь будет вкус совсем другой. Поэтому и белые грибы. Поэтому и клюковка у меня здесь, она, правда, садовая. Я не нашел, на рынке почему-то нету ни брусники, ни нормальной клюквы. Вот эта садовая, крупная, внутри пустоты, но она тоже прекрасно подойдет к дичи. Вот смотрите, 3 чайные ложки сахара, больше не надо. Мы должны просто отбить, как бы, вот эту сильную горечь, сбалансировать кислоту и горечь. Варенье ни в коем случае не делайте из этого, из всего. Я ставлю на небольшой огонек, чтобы это все у меня грелось. Просто-напросто пусть греется и все. Так. Что мы имеем? На прям сильном-сильном огне, видите, с помощью муки я добился корочки. Красивой, просто великолепной корочки. Все то же самое нужно сделать с другой стороны, чтобы с другой стороны тоже корочка была. В этом вся прелесть, вкус этого мяса, этого блюда. Как только со второй стороны обжарилось, я добавляю сразу лавровый лист сюда. Буквально два гвоздика-гвоздички. Два, больше не надо, иначе будет пахнуть сильно. По идее, сюда бы еще, конечно, хорошо было бы можжевельник добавить, но он у меня где-то был. Так, это Иван-чай. Ну ладно, без можжевельника. У меня зато есть мягкий черный перец, свежий черный перец, компотский, и без можжевельника в этот раз. Значит, смотрите, специи добавили. Я теперь все это заливаю квасом. Значит, квасом нужно залить так, чтобы, ну, в кромку, вот, знаете, немножко должна покрывать. Если есть квас окрошечный, значит, тогда нужно будет чуть-чуть добавить сахар. Если квас обычный, в меру сладкий, да, значит, сахара не добавляем, здесь сахара будет достаточно, при выкипании он концентрируется. Я использую квас, потому что не нашел квасного сусла. Я вообще обычно всегда в таких вещах квасное сусло, и воду доливаешь, тогда остроты нету, тогда получается вкус ровный, настоящий, и в квасное сусло, как бы хлебный вкус, он очень подходит к мясу, он как демигляс, делает соус такой приятный, вкусный, насыщенный и ароматный. Кстати, лайфхак, вот, можете прям практически везде использовать квасное сусло, загущает, затемняет соус, становится таким красивым. Доводим до кипения мяса. Клюковка у меня здесь, клюковка у меня здесь подкипает, дает сок, становится вот такая вот красивая. Переставляем другую конфуручку, мне нужно еще обжарить овощи, хлебный аромат. Значит, для обжарки овощей немножко растительного масла, прям столовую где-то ложечку, чуть больше, может. Значит, теперь сразу же туда морковку, лук, свеклу, все вместе. На вопрос, зачем там нужна свекла, ответа нету, ну, вернее, ответ довольно простой. На мой взгляд, свекла слаще, чем морковка. По вкусу совершенно подходит к дикому мясу. В-третьих, это такой же корнеплод, как и все остальное. Соответственно, сейчас зима, и если вы ни разу не тушили мясо со свеклой, попробуйте обязательно. Это вот, ну, прям вкусно, интересно, модно молодежно. Вот. Смысл в том, что это не суп, это тушеные ребра. Поэтому воды должно быть, вернее, кваса должно быть немного, плюс овощи дадут влагу, плюс грибы дадут влагу. Там будет всего прям достаточно. Я бы даже, наверное, пару щепоток муки еще в процессе добавил в овощи. Как мы любим, горелочкой сразу вкус дадим овощам пару щепоток муки. Да, чтобы соус такой был густой. На овощи, кстати, очень удобно сыпать муку, потому что она облепляет каждый кусочек, и это не дает муке превратиться в комочки. Значит, как только у нас обжарилась вот эта вот вся субстанция, отправляем сюда грибочки. Я их не промываю с точки зрения вот этого, знаете, как это называется, значит, там какой-то сок, да, вода, не знаю, намораживают там, не намораживают. Но, в общем, вот этот бульон для меня лично важен, и я его всегда, пусть этот лед стает, даст вкус дополнительный грибной. Я его никогда не удаляю. Когда грибы оттаяли, дали сок, тут все это начало объединяться, жениться. Пора к ребрам. Видите, воды не так много, и она еще выкипит, как раз концентрирует вкус. Все, теперь нужно закрыть крышкой и оставить, ну, часа на два, наверное, лучше всего. На медленном огне пусть хорошенько протомятся, для того, чтобы мясо отходило от кости, было такое нежное, сочное, мягкое. Ну, как вы любите, да. Горячая штука. Странно, почему бы она горячая была. Значит, что произошло, в общем, за это время? Ребра, я их посмотрел через два часа, они были плотноватые, поэтому я оставил их еще на часик, ну, вернее, как, полчаса они варились, а полчаса они без температуры, уже под своим давлением, соком и всем прочим, уже доваривались. Вот. Сейчас поглядим, что у нас получается. Маленькие ребрышки прекрасные, я их с кости снимать не буду, но разваливаются. Так. Да, этот я тоже, они все великолепно выглядят. Я что-то думал, что, может быть, их от кости отодрать. Отдирать буду во время пробования. Зараза, горячие-то, как я. Вот это ребра лося. Ну ты лось. Ну ты красавчик. Не-не, отваливается тут все. Тут надо аккуратно очень. Ну ты лось, ну ты красавчик. Маленький я себе. Так, теперь нужно достать оттуда каких-то шикарных овощей с белыми грибами. Да, выглядит шикарно. Алиса, пуговка. Алиса, я понимаю, что вкусно, конечно, пахнет мясом. Но маленьким, красивым собачкам такую нельзя есть. Да. Нельзя. Сорян. Если вы вдруг засомневались, что вот маленькая ребрышка так вышла, а большой не выйдет, давайте и большой попробуем. Вот оно. Я даже не прикладываю никакой силы к тому, чтобы освободить его. Вот это шикарный вид. Аж все выпадает из рук. С вилки сваливается. Ай да, лосик. Ай да. Травку щипал. Веточки ел. Как мне Владимир написал, потом говорит. Мясо чистое, вкусное. Если закрыть глаза, не поймете, где морковка, где свекла. Хотя нет, свекла плотнее. Белые грибочки. Ммм. Это настоящая охотничья рагу. Для тех, кто мне напишет, где я возьму лося. Ну, или у охотников, или возьмите говядины. Этот рецепт универсальный. Он хорош будет и для страуса. И для кабана. Но с кабаном аккуратнее. Он может жирный быть сильно. Хотя лось тоже такой не сухой. Ребра это жесткая часть. Всегда. Но зато там столько коллагена. Зато вот скосочки, вот это все там жилки. Любые ребра подойдут для этого блюда. Но не свиные. Но если вы сами свиночек держите, то да, подойдут. Магазинные свиные я не рекомендую. А вот, если лосик уж достался, вот это да. Еще раз низкий поклон Владимиру. Спасибо большое. Блюдо получилось шикарное. Он по рукам текло. По усам в рот не попал. Алиса бедная меня истоптала. Всего просит. Спасибо. До свидания, дорогие друзья.